Десногорская команда ЦСП «Динамо» Росэнергатом встречала соперников из Смоленска – баскетбольную команду «Ягуар». Эффектное название гостей не предвещало сюрпризов хозяевам поля. С первых минут доминирующую позицию в игре заняли спортсмены из ЦСП «Динамо» Росэнергатом. Техничная игра хозяев позволила и дальше наращивать преимущества. Тем не менее, команда «Ягуар» вела активное противостояние натиску десногорцев. И смогла успешно реализовать несколько бросков в кольцо соперника. Но подготовки и должного настроя для развития преимущества «Ягуарам» не хватило. К концу второго периода счет на табло 58-32 в пользу ЦСП «Динамо» Росэнергатом. Дальнейший ход матча также не принес неожиданности десногорским спортсменам. Ребята планомерно следовали выбранной стратегии игры, что и привело к закономерному результату. По исходу четвертого периода счет составил 105-67. Победители встречи – команда ЦСП «Динамо» Росэнергатом. Для победы не хватило, скорее всего, сыгранности, потому что команда новая, первый сезон играем. Думаю, ко второму кругу сыграемся, более точнее, более результативнее, более сильнее. Энергия молодых игроков пошла на пользу команде Десногорска. Поставленные задачи тренера Евгения Томиловского в целом были выполнены и отработаны на должном уровне. Это позволяет ребятам надеяться на развитие своего успеха. У нас три игры стоят до Нового года. Это СМОГУ, Смоленская лига. И две игры на выезде по ЦФО. Играем с Липецком у них дома. Удачной игрой в десногорской команде может похвастаться Игорь Гладышев. Ему удалось реализовать трипл-дабл и заработать 38 очков. Как итог – очередная победа в открытой Лиге Смоленской области в копилке десногорских спортсменов. Ксения Вьюшкова, Александр Ерофеев, Владислав Полоскин, Десна ТВ.